Здравствуйте! Где-то в 20 минутах езды от Франкфурта, что в Германии, в его пригороде, в небольшом городке Вилдзаген, в окружении частного жилого фонда и, несмотря на осень, еще сочной зелени, находится кладбище, что вот за моей спиной, на котором стоит памятник неизвестному немецкому солдату, который проиграл нам в середине прошлого столетия в Великой Отечественной войне, и на земле которого уже давно строятся самые лучшие в мире автомобили. А еще это местечковое кладбище, коих в Германии, я думаю, несметное количество, с аналогичными памятниками, утопает в тени вот таких вот прекрасных, красивых, зеленых красавиц, на стволе каждой из которых висит вон там, вон, номерная табличка, которая говорит о том, что каждое дерево занесено в реестр, за каждым деревом наблюдают и за него несут ответственность, и просто так быть неожиданно спиленным и куда-то исчезнуть ни одно из них не может. И поэтому кажется само собой разумеющимся, что здесь умеют строить не только красивые автомобили, но умеют органично вписывать в уже существующие рамки физических размеров и концепции дизайна новые геометрические объекты. Например, такие как багажник. У этого Opel Astra Sedan. Автомобиль вышел безупречно красивым, а багажник как будто здесь всегда и был. Но получилось ли у немецких разработчиков педантично, прагматично, да как угодно, все предусмотреть. Немножко отвлекусь от темы. Совсем недавно я наблюдал одну очень интересную картину. Вот эти вот металлические ульи, стоящие там, на самом деле мусороприемники, а контейнеры под землей. Так вот, подъехали две девушки, и у них был багажник забит большими картонными коробками от бытовой техники. И что бы вы подумали, им пришлось своими хрупкими девичьими руками их рвать на мелкие кусочки, чтобы засунуть в сопло мусороприемника с надписью для картона. Так неужели германские коммунальные службы не могли предусмотрительно установить мусороприемник большего размера? Согласитесь, это кажется странным. Точно так же может показаться странным, что у этого автомобиля, который в длину кузова, не колесной базы, она та же, перерос хэтчбэк на целых 23 сантиметра и 8 миллиметров, по-прежнему сзади мало места. Переднее кресло отрегулировано под мой рост. Лично мне все очевидно, но только ради эксперимента я это сделаю. Итак, дверной проем удобен, над головой воздуха много, а вот колени уперлись в спинку, а ступни вообще, вообще не помещаются вот в этот проем. То есть они у меня не встали на коврик, как положено. Ну что, красота требует жертв, все понятно и совершенно очевидно. Поэтому 23 сантиметра и 8 миллиметров я знаю, где надо искать. Вы, конечно же, обратили внимание, что кресло было полностью опущено переднее вниз. Так простите, я сразу сказал, что оно подстроено под меня, под то, как мне удобно. А по автобусному я не езжу. Итак, багажник у Opel Astra Sedan больше, чем у хэтчбэка на целых теперь 90 литров. И суммарно его объем составляет 460 литров. Это немало. А еще нужно учесть, что он правильной геометрической формы и у него удобный загрузочный проем. Ну а если сложить спинки заднего дивана, то полезная площадь, естественно, увеличится и составит 1010 литров. Премьера этого автомобиля состоялась совсем недавно на московском автосалоне. И многие из вас, конечно же, благодаря СМИ знают о том, что данная модель подверглась косметическим подтяжкам. Хотя надо признать, что дизайн был весьма современен и для автомобиля, который начал выпускаться в 2009 году, в общем-то, и не просился, чтобы его освежали. Но, тем не менее, спасибо за то, что сделано. А именно, немного изменена начинка оптики, передние и задние бамперы, вот этот вот язычок решетки радиатора. Нижний воздухозаборник и противотуманные фары. В целом, автомобиль стал чуть более динамичнее, агрессивнее и быстрее смотреться, наверное, даже вот так вот в передней части. Ну а теперь самое время поведать о том, каков этот автомобиль в движении. Ведь у него под капотом стоит двигатель, с которым он предлагается у российских дилеров. Это турбомотор объемом 1,4, который выдает 140 лошадиных сил и момент в 200 ньютон-метров. Однако посредством новой функции «Овербуст» на короткий отрезок времени момент на коленвале может возрастать до 220 ньютон-метров, таким образом увеличивает динамический потенциал «Астры». До 100 км в час автомобиль разгоняется за 9,8 секунды. Способен развить максимальные 202 км в час, а при самых благоприятных условиях движения, по утверждениям производителя, расходует топливо не более 6 литров на 100 км пути. А мотор-то, я хочу сказать, живой и шестиступенчатый автомат, более чем расторопный. Единственное, что мне не нравится, это вот звенящий аккомпанемент распрученного мотора в зоне высоких оборотов. Я, конечно, понимаю, что таким образом усиливается эффект динамики расхода автомобиля, но этот звук способен испугать людей. Приведу пример. Это когда самолет набирает высоту, и через какое-то время пилот резко отменяет взлетный режим, переводя двигатели в номинальный. И у кого-то ёкает сердечко. Вот то же самое происходит, например, у моей мамы. Когда она слышит вот это, ей кажется, что сейчас что-то произойдет. Либо двигатель сломается, либо сорвется, но этот звук ее тревожит. Ну и на этом, пожалуй, я закончу, потому что, несмотря на возросшие размеры кузова, по показателям устойчивости, управляемости, торможения и даже шумоизоляции, несмотря на то, что багажник теперь вынесен за пределы капсулы кабины, остались прежними. И теперь самое время свершиться чуду. Причем чуду двойному. И первое заключается в том, что я практически незаметно для вас смог оказаться за рулем самой горячей версии Астры с индексом OPC. А второе чудо заключается в том, что случилось это именно на дорогах Германии, где, несмотря на всевидящее око закона, которое мониторит абсолютно все дороги и жестоко карает нарушителей, почти идеальное покрытие в этом знакомстве играет большую роль. Потому что на автомобиле стоят опционные 20-е колеса, и они мне совсем не мешают получать удовольствие от управления. Я не отвлекаюсь на дорогу и не жду никаких подлостей. Не высматриваю ямки, дырки. Одним словом, мое сердце не обливается кровушкой. Другое дело, что, скорее всего, я не смогу дать объективную оценку энергоемкости подвесок в сравнении с Renault Megane RS. Из-за руля того желтого дьяволенка я вылез только-только недавно, и он меня потряс. Кто смотрел тест-драйв, тот знает, о чем я говорю. И именно с этим французским прямым конкурентом я сегодня буду проводить параллель. Мне, как вам интересно, без учета визуальных предпочтений, есть ли смысл переплачивать чуть больше деньги при покупке Opel Astra OPC, переплачивать за транспортный налог и за автомобиль, в общем-то, который быстрее всего лишь на одну десятую секунду. Двухлитровое сердце OPC разгоняет 280 лошадиных сил и момент в 400 ньютон-метров. Первая сотня преодолевается через 6 секунд, а максимальный скоростной рубеж лежит на отметке 250 км в час. Средний расход топлива заявлен как 8,1 секунды. Итак, тронуться на этом автомобиле получается так же легко и просто, как и на Renault Megane RS. Очень внятный педальный узел, ну, единственное, чуть теснее. А вот избирательность коробки передач здесь заметно выше. А скорости с большей точностью падают в лузы. И реже ошибаешься. Другое дело, что мне не нравится этот геометрический абсурд, который пенчает макушку селектора КПП. Реально этот наболташник с красивой надписью OPC в ладонь ложится очень неудобно. Под капотом OPC, как и у французского RS, стоит турбомотор объемом 2 литра, но он мощнее, на 30 лошадиных сил и выдает 280 лошадок. И момент у него 400 ньютон-метров против 340 у француза. Но их не хватает, чтобы компенсировать более растянутые передачи. Что я имею в виду? Renault Megane RS едет, как будто под капотом стоит чистый атмосферник. Он едет с самых низов, мощный ровно, ускоряясь. А этот, ко всему прочему, подхват выдает ощутимый после 2000, явно давая понять, что у него стоит турбина, и что он действительно зверски способен раскручиваться, когда педаль газа проходит половину своей дистанции. В этом вот конкретное отличие между этими двумя автомобилями. Рулевое управление, как и у RS, это просто оголенный метр. С отличной обратной связью, информативностью, точностью и быстротой реакции передних колес на малейшие углы поворота рулевого колеса. Но в то же время это тренажер, вынуждающий задействовать всю группу мышц двух рук. Зато в отличие от пресного, безголосого француза, система выхлопа Astro-PC поет, и как поет, голосовито, мощно, сочно, насыщенно, красиво. А после 4000 и вовсе переходит на какой-то отстраненный, бронхиальный, знаете, такой простуженный свист, от которого ваши идут мурашки похожие. И благодаря этому автомобиль заводит еще сильнее, провоцирует к активной езде и, как показывает практика, управление такими автомобилями в России большим штрафом. В остальных компонентах этот автомобиль, наверное, ровне французу, а точнее, даже не ровне, скорее, они похожи в этом, а именно по части полезной площади в багажнике в формате эгоистичного трехдверного автомобиля, по отсутствию места на заднем диване, да там и некому сидеть, и незачем в таком автомобиле быстро уйду качивать сумки. Эргономика здесь и удобство посадки за рулем на очень высоком уровне, обзорность, шумоизоляция, хорошее качество звучания акустики. Все точно так же, как и у француза. Ну, а теперь о ценах. Opel Astra OPC седан стартует с отметки 614 990 рублей, что делает его на 15 тысяч рублей дороже, чем Opel Astra Hatchback. Opel Astra OPC – это горячая версия. Opel Astra OPC в базовом исполнении стоит 1 миллион 150 тысяч рублей, и это на 10 тысяч рублей дороже, чем французский Renault Megane RS. В конкурентах еще значатся Ford Focus ST и Mazda 3 MPS. Но, на мой взгляд, субъективные. Наиболее эмоциональные внешне и по части динамических характеристик, а также устойчивости и управляемости именно Opel Astra OPC и Renault Megane RS. А вот какой лучший из них – это уже дело вкуса каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова